МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вячеслав Арчиков поинтересовался, каким образом ведется учет работы подрядчиков. Как выяснилось, нормы выпавшего этой зимой снега превышены почти на 40%. Полигон вместимостью 250 тысяч кубометров уже принял более 300. И чтобы вывести весь оставшийся на территории города снег, объем полигона пришлось расширить еще на 90 тысяч кубических метров. Глава администрации поручил в кратчайшие сроки ликвидировать снежные кучи и откачать скопившуюся в низинах воду. Более подробный материал смотрите в вечернем выпуске на канале Юганск. Ямочный ремонт начнется 15 мая, а пока нефтьюганские дороги золотают холодным асфальтом. Это специальная технология, которая позволяет работать при отрицательных температурах и большой влажности. Правда, мера эта временная. О том, как борются местные подрядчики с главной российской бедой, расскажет Анжела Галеева. За первые месяцы 2013 года в Нефтьюганске произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. Погибших нет. 20 человек получили ранения различной степени тяжести. В 15 столкновениях причиной аварии стало неудовлетворительное состояние дорожного полотна, ямы, гололед и отсутствие разметки. При обследовании лично-дорожной сети мы вынесли два предписания в отношении юридического лица для устранения непосредственных тех выбоин-ям, которые уже нарушены все ГОСТы. Это 60-15 на 5 размеры соответствующие. Ну и как уже при обследовании сегодня, вчера, знаешь, уже работа ведется, часть уже устраняется. Проблема заключается в том, что температура скачет, снег то тает, то снова подмерзает. А лед, как известно, может разрушить даже плотину. О наших дорогах и говорить нечего. И как следствие поврежденные автомобили, нарушение правил с ездом навстречу, чтобы объехать яму, и даже аварии. В авральном режиме специалисты стараются устранить самые большие выбоины. Это мера временная. То есть придется все равно потом здесь переделывать, делать основательно. Но для того, чтобы не страдали автомобили и дальше не разбивалась проезжая часть, это сделать необходимо. Сегодня есть возможность, то есть погода позволяет, нет такого активного таяния. Сейчас укладывают холодный асфальт. Эта технология применяется для проведения зимнего и аварийного ямочного ремонта. Полностью подготовленная к применению смесь высыпается из мешка и разравнивается специальной гладилкой. Эта мера не планирована. Это все будет выполняться по непредвиденным работам. Сколько, все по факту. Здесь сколько сделаем, сколько будет оплачено. Непосредственно сам ямочный ремонт по предварительным подсчетам будет продолжаться около полутора месяцев. И начнется не раньше 15 мая. Как только установится плюсовая температура и оттает весь снег. Как заверяют специалисты, средства и материалы для этого есть. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтьюганска признан нарушившим антимонопольное законодательство при проведении торгов. Речь идет о конкурсе, на котором решалась судьба дома 22 в 15 микрорайоне. 25 марта антимонопольной комиссией было рассмотрено дело, возбужденное в отношении Департамента жилищно-коммунального хозяйства Нефтьюганска. Основаниями для проверки послужила жалоба от югорской сервисной компании. По мнению заявителя, специалисты ДЖКХ необоснованно отклонили заявку ЮСК на обслуживание 22 дома в 15 микрорайоне. В частности, основанием для отклонения послужил представленный в составе заявки бухгалтерский баланс за 2011 год. В ходе разбирательства комиссия установила, что нормы антимонопольного законодательства действительно были нарушены. Нефтьюганский прошел отбор лучших югорчан-зюдоистов. В окружном этапе 8-й спартакиады приняли участие 106 спортсменов. Это победители и призеры территориальных соревнований. 8-я спартакиада под зюдо – это еще одна ступенька к популяризации здорового образа жизни, привлечения как можно больше в ряды спортсменов молодого поколения, молодых людей. Это залог и будущее развития нашего нефтьюганска и страны в целом. На татаме вышли дзюдоисты 15-16 лет. Девушки выступали в 9-й весовых категориях, юноши – в 8-ми. Итоги подвели в личном и общекомандном зачете. Через 10 дней сборная команда Югры под дзюдо отправится в Челябинск. Там пройдет первенство Уральского федерального округа. О результатах спартакиады и о золотых призерах смотрите в вечернем выпуске новостей на канале Юганск. Лыжи на полку. В минувшие выходные состоялось официальное закрытие лыжного сезона. Испытать нефтьюганскую трассу приехали спортсмены из Лентора, Пытьяха, Сургута и Сургутского района. Стартовали лыжники в 14 забегах. Всего в последних в этом сезоне соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из разных уголков Югры. Как выяснилось, эти пять снежных месяцев стали плодотворными для лыжников. Я выступаю за клуб «Лидер» город Нефтьюганск. В этом году мы ездили в Италию, 4 человека выступали там. Бежали в марафон югорский, в Ханты-Мантийский, 50 километров. И вот сейчас закрытие сезона. В зависимости от возраста спортсмены бежали дистанции в 1, 3 и 5 километров. Гостям нефтьюганская лыжная трасса понравилась. Иногда бывают трассы узкие, что не обойдешь нигде. Здесь трассы, ну да, большие достаточно, можно обогнать. Официально лыжный сезон открылся в ноябре, когда на землю лег первый плотный снег. Сейчас, несмотря на то, что он до сих пор лежит, спортсмены уходят на каникулы. Однако даже летом их ждут упорные тренировки. Хожу отдыхать, буду тренироваться, готовиться к следующему сезону. Следующий сезон у меня очень серьезный. Буду готовиться к России. Хочу выполнить кандидат в мастера спорта. Летом биатлонисты и гонщики бегают, плавают, гоняют на велосипедах. По всем этим видам также участвуют в соревнованиях. Так что впереди еще много побед и поражений. Светлана Репсова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас нефтьюганские». Делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Смотрите нас в 3 часа дня в глобальной осети и в 7 вечера на телеканале «Юганск». Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok